Добрый день! Меня зовут Люмякин Максим. Наша команда занимается ведением бухгалтерского налогового учета для крупных российских и иностранных компаний. В данной серии роликов мы рассмотрим один из основных инструментов бухгалтера – оборотно-сальдовую ведомость. Давайте начнем. Посмотрим, что из себя представляет ОСВ, как она формируется на примерах, а также, что может увидеть опытный бухгалтер из оборотно-сальдовой ведомости. Рассмотрим ОСВ на примере оборотно-сальдовой ведомости крупной торговой компании. Данные в этой таблице приведены в рублях и копейках и включают в себя следующую информацию – период, за который сформирован ОСВ. В нашем примере это третий квартал 2021 года. Счета, по которым были обороты и остатки в указанный период. Три категории показателей – сальда на начало периода, обороты за период и сальда на конец периода. Каждая категория содержит в себя показатели по дебету и кредиту. Соответственно, в нашем примере сальда начала периода – это остатки на 1 июля 2021 года. Транзакции за июль-сентябрь формируют обороты за период. И сальда на конец периода – это остатки по счетам на 30 сентября 2021 года. Оборотно-сальдовая ведомость может использоваться в работе в следующих случаях. Для определения остатков имущества по счетам. К примеру, 0,1 счет показывает первоначальную стоимость основных средств, остаток по 51 – денежные средства на расчетном счете. Для формирования бухгалтерского баланса мы используем остаток на конец периода по балансовым счетам. Для подготовки декларации по налогу на прибыль мы используем обороты по счетам учета, доходов и расходов. В нашем примере представлена общая оборотно-сальдовая ведомость, но также могут формироваться ОСВ по отдельным счетам. Данные ОСВ содержат в себе дополнительную аналитику и детализацию. К примеру, 60-й счет содержит список контрагентов компании. Счета, которые используются в оборотно-сальдовой ведомости, а также порядок их применения, указаны в плане счетов, которые утверждаются Минфином. Там выделено 8 основных блоков счетов, давайте рассмотрим их поподробнее. В состав необоротных активов включаются активы со сроком использования более одного года. К ним относятся основные средства 0,1 счет и нематериальные активы 0,4 счет. Производственные запасы – это активы со сроком использования менее одного года. Одним из основных счетов в этой группе являются 10-й счет материалы, куда включаются концтовары, запчасти, ГСМ и прочие запасы компании. В составе затрат на производство отражаются расходы компании, которая она понесла в ходе своей основной деятельности. К примеру, на 20-м счете отражаются расходы на основное производство, на 26-м счете – управленческие расходы. В составе готовой продукции товаров отражаются товары для перепродажи и готовая продукция компании – 41-й и 43-й счета. В составе денежных средств отражаются остатки обороты по банковским счетам 51-52 счет и по кассе 50 счет. В составе счетов учета расчетов отражаются расчеты с контрагентами компании. Например, 60 счет с поставщиками, 62 счет с покупателями, 68-69 с бюджетом по налогам и сборам, 70-71 с сотрудниками компании. Счета учета капитала отражают источники формирования имущества компании. К примеру, 80 счет – это уставный капитал. Счета учета финансового результата отражают себестоимость 90-02, выручку компании 90-01, управленческие расходы 90-08 и прочие доходы и расходы компании. Также давайте посмотрим на три вида счетов с примерами операции, которые на них учитываются. Активные счета – те, что используются для записи имущества и расходов компании. Они работают как кошелек или дебетовая банковская карта. Увеличение денежных средств отражается по дебету, то есть когда мы положили деньги в кошелек или положили деньги на карту. Уменьшение денежных средств по счету отражается по кредиту, когда мы списали денежные средства с картой, либо взяли деньги из кошелька. Соответственно, данные счета могут иметь только дебетовый остаток. К примеру, остаток по 51 счету – это остаток денежных средств на расчетных счетах компании. Пассивные счета – те, что используются для записи информации об обязательствах, капитале и резервах компании. Они работают как кредитка. Увеличение средств по счету отражается по кредиту. Мы расплачиваемся кредиткой и берем в долг у банка. Уменьшение средств по счету отражается по дебету. Мы возвращаем деньги на кредитку и уменьшаем свой долг перед банком. Данные счета предполагают только кредитовый остаток. К примеру, кредитовый остаток по 66 счету отражает нашу задолженность по займу. Активно-пассивные счета предполагают как дебетовый, так и кредитовый остаток. В качестве жизненного примера можно привести ваши расчеты с другом. Например, когда вы дали другу денег в долг. Данная операция отражается по дебету и увеличивает его задолженность перед вами, дебиторскую задолженность. Когда друг возвращает средства, операция отражается по кредиту и уменьшает дебиторскую задолженность, то есть его долг перед вами. Обратная ситуация, если вы взяли в долг у своего друга, данная операция отражается по кредиту, она увеличивает ваш долг и является кредиторской задолженностью. Когда вы возвращаете деньги своему другу, она отражается по дебету и уменьшает вашу кредиторскую задолженность, то есть ваш долг перед другом. Соответственно, по данным счетам остаток по дебету будет, когда вам должны, остаток по кредиту, когда вы должны. В качестве примера из бухучета можно взять 60-й счет. Дебетовый остаток будет, когда вы заплатили аванс поставщику за будущую поставку. Кредитовый остаток, когда вы должны поставщику за уже отгруженный товар. Теперь давайте сформируем оборотно-сальдовую ведомость на базе нескольких хозяйственных операций. В качестве примера возьмем общество с ограниченной ответственностью, которое было создано в январе 2021 года. Уставный капитал общества 1 миллион рублей. Основным видом деятельности является оптовая торговля товарами. У общества есть один расчетный счет в банке и один сотрудник в штате. Начнем с отражения уставного капитала в январе 2021 года. Проводка будет дебет 75, расчеты с учредителем кредит 80, уставный капитал на 1 миллион рублей. Формируем оборотно-сальдовую ведомость за январь 2021 года с учетом этой проводки. Сальда начала будет отсутствовать, так как у общества еще не было ни одной операции. В обороты мы добавляем 1 миллион рублей по дебету и кредиту, 75 и 80 счет. В результате сальда наконец мы увидим сформированную дебиторскую задолженность учредителей на 1 миллион рублей, то есть они должны обществу перечислить уставный капитал и наш уставный капитал на ту же сумму. Далее учредители внесли уставный капитал на расчетный счет компании. Проводка будет дебет 51, расчетный счет, кредит 75, расчеты с учредителями на 1 миллион рублей. Сформируем оборотную сальдовую ведомость за январь 2021 года. В обороты добавляем нашу проводку. В дебет 51 и в кредит 75 пойдет по 1 миллиону рублей. В результате мы получим 1 миллион на расчетном счете и погашенную задолженность учредителей. В феврале 2021 года общество начало свою основную деятельность. Оно заключило контракт с поставщиком на поставку товара стоимостью 120 тысяч рублей, в том числе НДС. Данная транзакция будет отражена несколькими проводками. Дебет 41 товары, кредит 60, расчеты с поставщиками на 100 тысяч, это мы получили товар. И дебет 19 входящий НДС, кредит 60, на 20 тысяч отразили входящий НДС от поставленного товара. Сформируем обороты сальдовой ведомости за февраль 2021 года. Сальдо на начало возьмем из сальдо конечного прошлой обороты сальдовой ведомости за январь. В оборотах отразим наши проводки. В результате на складе на конец периода мы имеем товар стоимостью 100 тысяч рублей, 20 тысяч входящего НДС, а также кредиторскую задолженность, то есть общество должно своему поставщику 120 тысяч рублей. Далее общество заплатило своему поставщику за поставленный товар. Проводка будет дебет 60, расчеты с поставщиками, кредит 51, расчетные счета 120 тысяч рублей. Отразим данную проводку в нашей оборотно-сальдовой ведомости за февраль 2021 года. В результате мы закроем нашу кредиторскую задолженность, а также уменьшатся денежные средства на нашем расчетном счете. Остаток будет 880 тысяч рублей. Далее в феврале общество заключило контракт с покупателем на поставку ранее купленного товара стоимостью 240 тысяч рублей, в том числе НДС. Будет серия проводок. Дебет 62, расчеты с покупателями, кредит 90 продажи на полную сумму 240 тысяч рублей. Дебет 90 продажи, кредит 68, расчеты по налогам и сборам. Отражаем НДС на 40 тысяч рублей. Списываем себестоимость, дебет 90 продажи, кредит 41 товары на 100 тысяч рублей. Отражаем данные проводки в нашей оборотно-сальдовой ведомости за февраль. В результате мы получим дебиторскую задолженность покупателя перед обществом, то есть покупатель должен обществу 240 тысяч рублей. Задолженность перед бюджетом по НДС на 68 счете в сумме 40 тысяч рублей. И финансовый результат от операции купли-продажи прибыль в 100 тысяч рублей. В феврале работу с поставщиками и покупателями ввел один сотрудник компании, и ему нужно начислить заработную плату. В результате будет серия проводок. Дебет 44, расходы на продажу, кредит 70, расчеты по оплате труда на 100 тысяч рублей. Далее удерживаем НДФЛ. Дебет 70, расчеты по оплате труда, кредит 68, 13 тысяч рублей. И начисляем страховые взносы на заработную плату. Дебет 44, расходы на продажу, кредит 69, расчеты по страховым взносам на 32 тысячи рублей. Отражаем данные проводки в оборотно-сальдовой ведомости за февраль 2021 года. В результате у общества отражены расходы суммой 132 тысячи рублей и кредиторская задолженность перед бюджетом по НДФЛ на 13 тысяч рублей и по страховым взносам 32 тысячи рублей. Также общество должно сотруднику сумму заработной платы 87 тысяч рублей. Мы рассмотрели порядок формирования оборотно-сальдовой ведомости, узнали, что показывают обороты и остатки по ОСВ. В следующих двух роликах мы подробнее расскажем о том, как опытный бухгалтер и аудитор работают с балансовыми счетами и счетами учета доходов и расходов.